Сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области изучают шокирующие кадры, сделанные в одной из колоний региона. На записи видно, как сразу несколько сотрудников исправительного учреждения по очереди избивают осужденного. Удары кулаками очередуют с дубинкой. Чем закончились издевательства и как ситуацию прокомментировали в региональном управлении ФСИН, расскажет Андрей Штукатуров. Эти шокирующие кадры были опубликованы в интернете. Запись, предположительно, сделана на регистратор одного из сотрудников ФСИН из правительной колонии номер один по Ярославской области. Просторная комната, переполненная людьми в камуфляжной форме. На столе мужчина, которого зверски избивают. В какой-то момент за дубинку берется даже человек при полковничьих погонах. Но его усилий хватает ненадолго. В этот момент кто-то замечает, что один из коллег фиксирует происходящее на видеорегистратор. Очевидно, что участники избиения не хотят, чтобы кому-то еще стало известно о происходящем. Чем закончилось избиение, непонятно. На 11-й минуте съемка обрывается. Как оказалось, эти кадры годичной давности. Издевательством подвергся заключенный Евгений Макаров. Теперь, после того, как этот ролик просочился в сеть, велика вероятность того, что участники записи лишатся должностей погон, не исключено, что и свободы. По сообщению средств массовой информации об избиении заключенного в одной из исправительных колоний Ярославской области, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Параллельно со Следственным комитетом проверку проводят и в Федеральной службе исполнения наказаний. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждают поведение подобных сотрудников и сожалеют, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу. По предварительной информации, в избиении принимали участие 18 человек. Среди них якобы руководители учреждения и сотрудники службы безопасности в СИН. Причиной так называемой воспитательной работы заключенным, по некоторым данным, стало систематическое нарушение с его стороны правил внутреннего распорядка, в том числе грубое обращение с сотрудниками колонии и попытка суицида. В любом случае очевидно, что воспитательная работа должна проводиться другими методами. Любопытная деталь. По некоторым данным, год назад на сообщение об этом происшествии уже обращали внимание сотрудники СК, но почему-то не нашли подтверждения. Теперь, похоже, им снова придется поднять материалы расследования. Андрей Штукатуров и Иван Зуев. Вести дежурная часть.